На предприятии «Крымхлеб» сегодня особенное настроение царит с самого утра. Вот уже шестой год подряд накануне Пасхи сюда приезжает протеерей Василий из Свято-Троицкого женского монастыря, освещает куличи и молится о сотрудниках. Ведь печь хлеб, по мнению священнослужителя, одно из самых благородных ремесел. Видя этих тружеников здесь, которые, конечно, трудятся, аки пчелки, как говорится, то хочется каждый год приехать, хочется каждый год помолиться здесь, осветить этот хлебушек, который должен украсить каждый стол православного христианина на такой величайший праздник, как Пасхи Господней. Очень-очень приятно сюда приезжать, потому что еще Адаму и Еве Господь сказал, что в поте лица твоего будешь добывать себе хлеб. Одно дело прийти за копеечку купить в магазине хлебушек, совсем другое дело его испечь. После обряда освещения куличей, на котором присутствуют почти все сотрудники предприятия, протоиерей, благословляет персонал и руководство, а затем и оборудование, с помощью которого печется хлеб. Куличи действительно с пылу, с жару. Ведь выпекать их начинают как раз сегодня, в день визита клирика. Изготавливают пасхальные продукты днем и ночью, сразу в трех цехах по 40 человек. И это оправданное старание, ведь нужно уложиться до праздника, выполнить огромные объемы. За смену ориентировочно более 40 тонн по предприятию выпускается. В общей сложности планируем около 200 тонн выпустить. Пасха – это традиционно горячее время для хлебопеков. Мы всегда имеем огромный заказ и прилагаем все усилия для того, чтобы его выполнить. Могу сказать, что работа по подготовке к этому периоду, она началась у нас три месяца назад, когда мы уже прогнозировали заявки, думали, сколько какого сырья закупать, упаковки и так далее. То есть это сложная работа, она выливается в неделю очень такой трудоемкую, но приносящую нам, в том числе, и неплохие доходы. Не буду скрывать этого. Каждый кулич, испеченный здесь, – настоящее произведение искусства. Над его производством трудится целая бригада сотрудников вручную. Сначала как дома, месяца теста, а затем ему придается форма, и оно отправляется вот в эту огромную печь на вскидку метров 30. А уже на выходе готовые куличи достают пекари и отдают их на окончательное оформление. А потом транзитом через магазин главный пасхальный продукт попадает на праздничные столы крымчан. Это уже финальная фаза приготовления кулича. Последние штрихи для того, чтобы выпечка была не только полезной и вкусной, но и красивой, наносят студенты. Все они здесь проходят практику. Будущим пекарям приходится стоять на ногах по 6 часов в день. Однако усталости они не испытывают. После практики лишь больше убедились в важности своего призвания. Я делаю это не только для себя, но и делаю для своего любимого Симферополя. Поэтому я думаю, что люди должны не то, чтобы практику проходить, но они должны это делать с любовью. То есть не просто так помазал и пошел, а нужно как бы делать это как для себя. Мы смотрим, брак есть, нет брака. Ну вот я наблюдаю, что на этом нет брака. И как бы-то я могу поставить его на продажу. Если есть брак, как вы видите, мы отлаживаем его. Ну мы как бы-то наблюдаем очень хорошо. Ну нам нравится, очень легко это делать. Ну такое немножко трудно, ноги устают, конечно, целыми днями тут стоять. Ну так нам очень нравится здесь работать. Не только куличи, но и воскресные кексы готовят в предпраздничные дни Крымхлеб. К слову, первый продукт также делится на несколько видов. Вот так выпекают куличи классические. А это производство особенной гордости предприятия в этом цеху. В пасхальную выпечку добавляют начинку творог. И именно это классика для стола верующих крымчан. Только тут в приготовке минимум автоматики. Почти все работники делают своими руками. Мы делаем и творожные куличи, и пасхальные. Но творожные в этом году пользуются большим спросом, потому что настоящая Пасха – это вообще-то творожная Пасха. Правда, съесть аппетитные куличи уже сейчас не получится. Ведь Великий пост продлится еще до наступления Пасхи. Более того, эта неделя самая ответственная для тех, кто хочет очистить душу. Ведь именно в эти дни был распят Христос. Освященная на Крымхлебе куличи ожидает разная судьба. Часть из них попадет прямо на крымские прилавки. Другие – в Святотроицкие монастыри, оставшиеся, сохранятся на предприятии. Тарас Брезицкий, Александр Тищенков, Служба новостей и ТВ.